Понятно. Не играет, не любит этого персонажа, потому что он уже, мне кажется, на 100% его изучил. Небольшим автопчиком постоянно пишут, делятся своими мнениями, впечатлениями и предложениями по стратегиям люди в ВКонтакте, мне в личку. И одно сообщение очень бросилось мне в глаза. Начинается оно так. Здравствуйте, Виктор. После этого я, в принципе, не читал его больше. Виктором меня называют. Это все. Нормальный человек? Это конец истории был. Это конец. Отмотаем время на 15 секунд назад и этой истории не было. Итак, Дум и Тускар. Дум и Тускар у Ехом. Теперь она отложится в твоем мозгу все равно. Смотри, Дум и Тускар у Ехом. Тускар как бы это сигнатурочка Элевена. А Дум тогда куда? Неужели Кэрри? Или же Саппорт какой-то сыграет? Как А? Лан М? Да, могут опять. Почему Тускар суппорта не поставить, я думаю, ребят? Ну да, я говорю, то есть это Саппорт, Тускар все-таки, или Дум окажется Кэрри. Дум опять хорошо зашел. Дум опять пойдет в Хар-двейн, Тускар будет исполнять ту же функцию, что исполнял Баунти Хантер. Потому что если опять на мидл пойдут, Дум опять против любой даблы будет стоять, чувствует себя как дома на сложной линии. Почему-то банят здесь Баунти Хантера ОГ, хотя, по-моему, уже не собирались брать их, он набирает просто то же самое, гнут свою линию ОГ Дота 2. Может им как раз Кэрри, но в Пейн это помешало, вот они ее забанили, потому что она реально сделала игру с определенной минутой. Очень крутые подключения, крутые ганги и бешеные, конечно, перефарма сетевая. Ну, в какой-то степени оно так и было, но погляди, найдут ли сетевая героя место. И вот Вайпер. Был забанен он в первой игре во второй фазе. Ну, это, кстати, один из таких неприятных тоже героев для Виспа Тини в миде, этот Вайпер стоит, плюет, хрен убьешь. И вот достался алхимик все-таки. Ах, вот он наш мальчик-алхимик. Ну, оперейшн-то нет теперь, собственно. Приятный-неприятный, но видели мы уже Вайпера у Седек против Тини Виспая, что-то там он не особо разваливал. Ну, не пошло. Ну, не пошло, так не пошло. Это, кстати, может казаться Вайпер-то и на легкую. Ну, это вообще может оказаться какую-то там подпуш. Мне кажется, это Вайпер в миддл будет, но нужно действительно его здесь охранять и оберегать. Потому что Крид Сноутейлом мастера убивать на Тини Виспая. Ну да, нет, Вайпер, если ошибется, конечно, он под угрозой, потому что МС-то очень маленький. Может попасть потом под сноубол просто в этой линии и уже в игру не камбэкнуться. Это не герой, который играет позади. На Вайпере желательно всегда иметь хороший левел, хороший нетворс в начале. Потому что если вы фейлите, то потом... Как говорит Light of Heaven, до пятого левела умирать можно. Это Вайпер для сетевая. Это Вайпер для сетевая, и все-таки AllChicken снова на VR-ке. А мне кажется, Вайпер для AllChicken и VR-ка для сетевая. В этот раз уж точно. Не, ну это тоже может быть, но имеется в виду, что Вайпер на легкую, а VR-ка все-таки в мидд. Я думаю так. Нет, я как раз таки вот думаю, что Вайпер пойдет в middle, AllChicken. Что-то... Ну, это мы сейчас узнаем. На самом деле еще есть вариант такой, вот если так подумать. Вайпер плюс один, да тот же Tusk. Идут в сложную против алхимика с андейлингом и заплевывают их там, не дают фармить, ничего не дают разворачиваться. И это, кстати говоря, играют некоторые команды. По-моему, Yoho сами так играли. Раза к другой. И это не самая плохая идея. И вот, собственно, взяли героя с самым большим венрейтом. А вот его. И хотят победить. Это на втором месте. 73% у него на первом месте. А он в бане, его не взять. Да. Поэтому как раз таки самым большим. Ну все, это стандартно. Вот это их распик. И тренд... И тренд... Деревенский. Кстати, Стричи, будто нечем Марву разбивать. Вторая карта последнего матча сегодняшнего игрового дня. Победитель. Если это станки и Хоу, они уже попадут как минимум в топ-3. Ну что же, смотрим и передаем слово нашим комментаторам. Спасибо большое, Иван. Спасибо большое, ребят. Слушали мы с Дмитрием вашу аналитику. будем продолжать наблюдать за этой игрой может быть это последняя карта а может быть мы все таки посмотрим за тремя вот ты хочешь третью карту хочу я на самом деле тоже очень сильно хочу третью карту потому что ну все таки как-то вот в первой карте была тотальная доминация да конечно была какая-то напряженка но скажем откровенно выиграли достаточно легко и хоумы не такая должна быть эта встреча не так все должно закончиться дает же после прошлой игре сделать довольно таки много живили как так вообще произошло и в принципе главная особенность нашего аналитики и подчеркнули это то что сам по себе пик выглядел довольно таки жадно и вот сейчас они взяли одного кора то есть это тени может быть вам покажется то что здесь еще есть и алхимик но у него я уверен будет совсем другая роль да ну чтож игра под номером 2 стартует прямо сейчас и перед вашими глазами олд элеван будет играть на тускаре ланым тренд протектор сетевой будет играть на виндренджер думбрингер от каком и колл чекен вайпер и от же дата мун мендер на шейкере миракл алхимиков флайна зомби крит вис и big дэди на тени они обосновались у оппонента в лесу чуть не поймали сетевая но тот контролирует ситуацию это виндренджер случае чего ускориться вот по поводу трента хотел сказать то что не часто вообще ты увидишь этого персонажа в дотке то совсем не часто если нам она статист подскажет то мы бы были не против того чтобы узнать сколько но в целом почему на этом мажоре да в целом почему бы и нет все-таки корни они а против чего и зачем то есть против тени не но против тени который бьет с руки там когда у нее там читать у даже не только не только наверно в деле дело в его тычках а еще то с его лэнч очень сильно дамажит а если ты повесишь бивен армор то он же что же очень но я старался хоть единственная причина хоть единственное оправдание этому тренту найти но ты мастерски все похоронил так а что тут у нас что тут у нас по итогу где я не против как раз таки либо набор я наоборот как раз таки говорю о том что он будет более менее таки спасать лет про корни говорю в принципе армор то такое то он как бы пытался ультимативно это право так у нас довольно интересная ситуация первых в лесу какие-то непонятные разборки в миде вайпер уже начинает нагнетать этого мистера кстати говоря вайпер скоройцев скином будет тоже задалбывать так а тут уже интересненько эволенч есть на тос пока еще левела не хватает но слишком толстый дом bringer на развороте получается что делать как а боже как полу не был хитпоинтом решил развернуться от alfrosblad получается забрать также тени катываются в крита крит присасывается тизером залетает булыжник кп мало но жить по идее должен жить должен дум bringer забрали в ответ посмотри на это что происходит уже обратно у него еще маленькие думята не кончились а он уже сам вернулся нормально вот дом и его братья ну так вот раз уж уехал все замечательно снизу вы рачка в принципе и одна может хорошо поставить против шейкера то тренд дает легкий ассист мало того что он дает легкий ассист верочки так он еще может закидывать ливенька арморами своих товарищей смену fly конечно совсем нагреет и плата что гонять братьев за братьев надо конечно сразу же добавить по лицу на fly хорошо таки на себя забайтил но никого не убили на никого не убили и получается такие две агрессивные даблы снизу мы чувствуем это сверху постоянно постоянно что-то происходит как а под фокусом слегка его поценили но этого с него не достаточно чтобы выжить на развороте залетает один булыжник заряда 2 полужник и в добить крита не удается это похоже что это страта вообще от как а то есть никогда не ушел так думаем на выходил и умирал и после этого еще может быть именно из-за этого л иван сейчас они погибнет а так хотя у него есть манга такое ладно неважно в любом случае в лэнчу надо попадать конечно и кроме как смотреть на топ линию больше никуда я даже не успеваю переключиться а в миде ведь тоже достаточно интересное противостояние это вайпер который по сути очень жестко может гнобить алхимика своей пассивкой не только тем что он там до первым скиллом заплевывает но еще и пассивочка ты встал на секунду под спрей получил демодж сразу пошел рефлект от коррозив скина и очень тяжело алхимику то появление ультимативной ну до появления ультимативной тяжело но с другой стороны миракл может всегда пушит линию хотя у америка может объехать но закидывается баночка сейчас хорошо с реагировал чекен причем еще пришел сюда дум на подмогу видимо думать что можно что-то сделать но как мы видим вайпер справляется на миде и миракл за счет абуза ботла в общем-то свое тоже постепенно набирает сверху выход на олд элевана тени был далеко а так что выжил миракл постоянно вот это под замедлением под демоджем неприятно конечно коррозив скин а вот придумали насколько это конечно жестко контрит алхимика покажет игра но пока если взглянуть на нетворса вот сразу можно быстренько переключиться мы видим то что не особо жестко этого контрит потому что даже несмотря на то что вайпер забирает большую часть крипов алхимик за счет пассивочки свое забирает и он лидирует так тут интересная ситуация возле руна образовалась криту наваливает очень больно залетает из тизера уходит а последних инфоидов крит разводит как котят прям шикарная игра буквально чуть-чуть не хватило каких-то пикселей чтобы сделать килл в итоге алхимика у нас достается руна хосты под ней он бегает сразу же конечно же выпивает весь ботал тоже хитпоинтов не так много у него еще фласочка имеется в наличии сверху есть или чси посмотри такое ощущение что мы вообще игнорирует его противника хотел дать фиссуру фиссуру еле-еле все-таки за юзал под небольшим замедлением находился но теперь это замедление закончилось пытается сетевая догнать там параллельно забрали тускара power shot попадает и есть фраг снайперским выстрелом делает kill а там еще и забрали виспа нормально у нас так фрага произошло сквис по соло забрал при том что его убивала два героя довольно уверенный заходят к мирок за спину башек под диким замедлением наваливают очень больно был один мисс руки но все-таки получается сделать практика подтянулся на помощь так вот таск сейчас сверху пользуется тем то что пока крит нереально быкует и он просто пошел запинал его с руки старался нотел что-то сделать но увы ничего не получилось все-таки шариком он довольно таки уверенно даже некоторые спилы честно говоря немного в шоке как может за буквально там 6 минут игры произойти столько много экшена такое впечатление что мы смотрим за просто обычным матчем обычно игроки настолько скобаны настолько осторожно играет а ведь эта карта может стать последней но выход карту мы видим агрессию такую необычную заблой то доносил тускаром которые могут принципе под армором принта очень много чего сделать вот тот самый ливен армор который вот да вообще его даже пробить не удалось ты видел он дал в него его лендж посмотри на дум рингера фулл хп вот я об этом и говорил что он еще будет спасать и от тоса с эволен чем флая пробивает но есть у него есть у него секретный способ сетевая забивает забирает дабл дэмэдж огоньцы за мираклом нет решил не пробовать его убивать под рейджом тут алхимик плевать хотел на все происходящее пока focus fire не изучен сетевая так тычка больно шейкл связывает на анимацию грамотопад поймал и последний . успеет и сделать успеет ли сделать последнюю . да успевает есть враг и графики немного туда-сюда конечно скачет но как мы видим нулевая отметка пока ну пока все равно могу сказать с легкостью что для их вам это такой легкий-легкий плюс потому что все таки на их стороне алхимик а если ты идешь на ровных нетворцев то это всегда хорошо так как часть обилок в замесе участия не принимают такие как гавилс грит и нужно дальше продолжать вапер от доминировал центр и теперь выходит сюда зомби ну а алхимик понимаешь что на миде раз уж ему делать нечего то пошел потихонечку леса выфармливать до лес ему как мы видим от баннера и вообще как-то кстати miracle кривовато фармит тот от них нейтралов он не подцепил спрэм то в общем очень медленно фармит эту пачку грипов он же должен был их добить а тут что-то как-то ошибается немножечко да и сверху сверху по-прежнему у нас что-то готовит old eleven который кстати уже task 5 уровня можно попробовать на кого-то напасть там на зомби в миде пойти найти алхимика например который без ульта в общем нужно проявить какую-то активность потому что пока алхимик начинают потихонечку обороты набирать но если вард не сломает в лесу то алхимик сильные обороты набирать не будет пока алхимик уступает даже виндрейнджер по нетворцу а это уже небольшая но победа когда хоть кто-то обгоняет алхимика по нетворцу за алхимик в большинстве случаев должен обгонять своих оппонентов там чуть ли не в полтора раза хотя бы так если порт в мидал миракл с банка первого левела и спреем макшином пользуются святым правилом чтобы алхимику не давать фармить лучше всего это просто прийти и начать его кушать и миракл вынужден приходить на дефенс и кидать свою точку противника на вайпер по этой точке пока стоять не может нет ни там какой-то мекки дускар на позиции может быть вполне нападение на миракла есть замедление больно банки накручиваются ланэм побитый баночка залетать зацовил как грамота лады в итоге выживает лежит вся ливинар в шейкер забегает в гучу событий стопом не попадает нужен эхо слэм эхо слэм имеется в наличии но нажмёт лишь шейкл-шот связывается бежит бежит мунхиндер где там таки не дал свое это слэм и сурочкой получается сделать фраг и сам если убежит это будет просто что-то невероятное от мунхиндера мансу еще пауэршот мимо и сразу ты паут вкатывается в него сбивает телепорт с руки добить тычка тычка нет маны у сетевая с руки получается сделать фраг файтрекап нам не все покажет она нас тут судя по всему еще в принципе не все закончено но тейла тоже получилось подблотить шейкл-шот через крипа тэйл тосс флм чемеется в наличии не знает кто закидывает под тавер баночка залетает но тэл выкручивается сказалось бы нереальной ситуации живет еще и получается сделать фраг хорошая игра хороший байт на химика которая уверенно танковал очень хорошо реализовали тамбу и хомы пока чувствует что с тамбой они все еще не готовы драться то есть даже если вот получилось так приятно то что вы стоите на горочке зомби поставил и вышел вперед даже несмотря на то что сам зомбарь погиб но свою задачу сделал он частично спас алхимика он отогнал то самого главного оружия противника и тогда зомбаря на зомбаре начинают нарезать у нас будет был сегодня уже было уже сегодня одно нашествие зомби мне интересно что это за мув такой он оставил тут опции смолки для кого-то сейчас по ходу ум летит он очень скоро кстати получит 6 уровень нужно просто немножко под фармить леса и можно врывать и на флай нападает очень нагло уверенно пол то легко и просто весь дэмэдж рассчитан урона более чем достаточно чтобы убить андайинга при том что он завидал сул рип на себя и вроде неплохо подхилился здорово давят но вот сейчас будет интересно как они дальше будут продолжать у ахимика кулдаун на тучке видимо за счет этого они будут стараться нападать цепляет мундминдера летит сюда ти мисура по двоим баночки накручивается валенч тос банки сверху разбирает по запчастям было х слэм много ресурсов было потрачено от же не готова продолжать файт но они отбили в принципе натиск и при этом могут задинать tower ну пока есть пока вот именно так вот пушить слоп-лоп немножко рановато вайпера нужно дофармить неку которая позволит ну хоть кому-то из союзников выживать в ручке желательно подфармить себе 10 уровень чтобы был хотя бы фокус файр потому что вы хочешь на товар кидают и сит спрей закидывать а фиссуром и шейкер там еще виз какие-нибудь шары издалека зарядит и ты уже полумертвый опасно так натуро ломиться в этой игре с нетворцем у нотейла все гораздо лучше и вот сейчас 1 1 и вот сейчас грамотное действие юзает смоки и и раз уж лоб лоб пока мы драться не можем то самое время попробовать как-то вот спину напасть и может быть какого-то виспа вырезать да вот они пошли там как отмечали наши аналитики если вайпер не доминирует если против войны играя с вайпером ты допускаешь какие-то ошибочки то потом властье тяжеловато будет тащить этим персонажем нужен жесткий сноубол а пока алхимик вырывается в топ по нетворцу тени имеет тоже хороший нетворц то есть уже делают все все согласно своей стратегии достаточно грамотно так релакейт релакейт у нас вниз нападает на ланэма легкие деньги без вариантов для плане мол не успел даже элементарно ульту нажать сразу и волон что инстакил слегка подпушит tower знает куда вернулся висп висп пытается уйти на тизер и уходит вот так вот но вот в этой игре мы видим существенное отличие исполнения виспа стене то есть если в прошлой игре он запасно летит сюда вайпер так со стиками довольно таки жирный есть еще и power 3 и хотят нападать его лэндж ли винар мор спасает ситуацию дальше идти уже смысла нет никакого но почему-то остаются от жизнь это может быть ошибкой шейклшот связывает и не под фокусом заплюнули в него все что можно пока живет под тизером банки накручиваются банки сам себя башет миракл по итогу врывается все на но тейла эвален что по троим очень больно айсит спрей пытаются взять элевана чикен убежал да что ж вы творите просто под там бой все равно убегают юзается тос чикен должен по идее погибать закидывается шарды шейклшот связывает но тейла пытается вот спасти крит отхиливает как может есть его лэндж есть тос есть тристика восстанавливается ахаслэм такой себе получился тянет немного свою смерть скатывается дает прокат получается все таки сделал фраг элеван последняя тычка от виспа как ни странно и он все таки убивает эвален что убивает еще и тумбрингера как они переворачивают как они растягивают своего противника что вообще сейчас происходит как это происходит но сейчас произошел божественный щит то есть стояли так вчетвером чтобы бегут дальше и бегут дальше до сетеваем маны хватит на прокате его не знают что тут происходит и просто погибает в очередной раз их ум наступили на те же грабли которые были вот здесь в медиа то есть стоит зомби стоит 4 героя стоил толстющих героя вот как вот тени который сейчас вот той не убегает спокойно убегает вы стоите стоит перед тобой 4 героя туда кидает алхимик эсид спрей и ты все это хочешь разобрать как ты это хочешь разобрать если тебе нужны если тебе нужно существенное количество айтмов то есть тут пока и за этом особо ничего нет то есть для того чтобы победить тамбу тебе нужно к этому нужно добить некую на вайпере и никуда не соваться нужно какой-нибудь там блин или да ами аганин ручки собрать и тогда у вас реально будет дэмэдж а вот то что сейчас и хома идут и лобовые сражения сражаются это опасность это невероятная опасность ну что смотрим на графики вот он вот он рухнувший график рухнувшая экономика команды и хомпаджи поднимаются практически на отметку в 4 200 голды по xp примерно 4000 но ты посмотри на них что творят наши мальчики они идут пушить они идут кушать интересного а уже тут уже позиция алхимик на готове флай подтягивается оболон что слачет может сейчас может погибнуть но очень хорошо то что здесь рубили все леса стараются его загнать и нужно но очень хорошо для их уму порваться чтобы можно было эту драку взять для соло шейкера конечно у мундера пока все достаточно плохо нет даггера 15 минут а солны транквилы такие шейкеры обычно бегают против треклы которые стоят 1 на 1 дело такое но блин тут ничего не скажет потому что это виндрейнджер есть очень интересный мух от же они решили пойти по спид пушить намекая на то что дпс у них будет в разы выше но в целом да то есть и не пока пробивает неплохо есть пт барабаны лай и тот же тизер виспо их омы не хотят меняться ты позорище делает флай какой же он наглый ну суппорт зомби которая готов впитывать по моему это чересчур конечно наглая градусов стороны немножечко данному мундер крыла кейт куда-то нет это телепорты но сейчас непонятно что сделали уже то есть одной стороны на вас нападали и вы как бы убежали но при этом товар в ответ не забрали то есть такая была невнятная пертяжка по своему лесу и их омы начинают набирать обороты и и вот и вот как оказалось бы хвалил я совсем их недавно то что тени виск наконец-то начали играть свою доту например прыгнули сюда забрали ланем а то сейчас они продолжают бегать толпой это них добру оу ты посмотри на первый айтом нутейла это баттопля и огонь не будет делать для него алхимик судя по всему да это фишечка нутейла ну вообще такая такая острота но про таких героев нормально верочка бьет с руки вайпер бьет с руки даже дум с тасиком бьет с руки так что бабочку за баттопля очень даже хорош согласен вполне вполне так и испугались боятся то что кто-то может напасть на товара на товар нужно забирать нельзя позволять тринту его затиливать в отходит сюда сам doom как самый толстый самый жирный может быть получится пережить прокаст и нутейл боится нужно убивать вайпера снизу и суркой не удалось его подцепить он ментуру надо как-то такер себе доделать надо просто вот есть и не который приходит забирая всех его крипов и даггер доделать сложно надеюсь нутейл вот сейчас поделится фармом на самом деле не хватает буквально 200 голды если монминдер вдруг где-то отъедет и не удается доделать даггер это будет очень печально и но нутейл зря у него ворует последние там копеечки до этого даггера зря но судя по всему никто его не убьет спокойно дофармливает выходе у нас что-то на центр смоке за детектили тасика blink на алхимики уже окупился лаван и самое главное не лезть туда не лезть то есть в хайграунду их а естественно они более выгодной позиции можно там как угодно шардами тасика врага отзонить и тогда будет нам драться очень тяжело продолжаем спит пушить как она же сетевая надо принести до butterfly в принципе нутейлу недолго в ростом как быстро появится огонь и старая чё не катером здесь на миде стоят вот это необычное состояние на ремонт хотят за рубу какую-то по сути принимают бою g не за по сути уже простоят и пока реально хотят реализовать блин загер на шейкера то есть и хо мы этого не видели но все понимают то что вот этот алхимик стоит у него solar crest большое количество армора есть миссы и но это уж слишком очевидный байт поэтому так не получится напасть на противника стражим это смолки и вот теперь хороший выход с маке тени с виском отправились наверх они свою часть ходит в леса но очень хороший вард спалил всю движуху так 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 лаван скатывается на шейкера шейкер далековато убежал сигель вызывает офисура лавана здесь по идее дал что и похороните за это ха слэм ничего не жалеет на миндер довольно таки долго живет слай подходит а также тени думки нити не может дать свой проказ подходит очень убежать одна секунда до качения релокейты ты посмотри выживает еще шейкл-шот успевает связать этих двух товарищей боже как же им тут повезло как же им повезло один одного пикселя не хватило чтобы убить крита и тогда бы остался но тэйл под думом и его тоже бы убили все закончилось бы для отжигки крайне печально вот так вот кто-то все решает пиксели пиксели кака свою очередь на думе вот было интересно что же он такой хочет забрать собрать и похоже на то что какой-то блинком на себя выфармливает такой дум камикадзе я предполагаю можно прыгнуть там заставить в дум какой-то какого-то шейкера можно попробовать вырубить зомбаря чтобы он не пас не успел поставить том stone и тогда будет все замечательно но он нет он какой он мой мальчик мидасик думаешь делает похоже да но вообще да там деньги есть поэт медас любитель медасов помидасировать немножко на досуге так алхимик свою очередь продолжает фармить свои леса и судя по всему следующий айтем это будет аганим для теника и я 6 так посмотреть то уже по моему есть почти все необходимое то есть имеется батарфляй у тени почти есть аганим для также почти для него есть аганим и рано или поздно нужно будет куда-то идти потому что у юхома ну как то лэйт смотрится слишком жестко если дадут им свои артефакты нафармить то есть ухомы но жесткие ну то есть все таки но джи жесткие но у них 4 миличника то есть тут и в рачка которая может быть у них 4 миличника и вся ставка сделана тени тени может получить doom и не давать свой проказ там не сможет нажимать бабочку есть вайпер который будет его заплевывать есть в рачка который чудесно пробивает фокус файра то есть контроля в сингл таргет у юхомов многовато и вот нужно как-то стараться ну а как же висп который будет хилить как же solar crest который будет вешаться на тени когда покупается мкбшки на solar crest уже становится пофигу если игра затягивается то вот эти миссии вот эта бабочка вот это большое количество миссов она работает не так эффективно как сейчас потому что сейчас если тени врывается и на него вешается слова крест у него там почти 50 процентов эвэйджина то есть на его не забрать но вот потом весь эвэйджин нивелируется сразу но формят формят верят то что все у них аганим аганим появился алхимика сейчас он отдаст его тени вот сейчас нажать смоки пойти все пармит даже но от же судя по всему так и хотят это их стратегия достаточно сильная все аганим есть вот 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 и все и теперь нужно умы погнали ехала это как нашли выход перед рошаном будут искать на команда которая выигрывает файта найдет на рошана с большой вероятностью на ходе толщики на кто-то болит пытаться добить его строки олчики даже не успевает закинуть ультимат его просто разорвало на части отрезали немножко но шейкер врывается есть еще один фраг цепанули тос и писсура через две секунды откатывает решили переагрессироваться на ланэма минус 3 отличная атака просто браво к драке даже это сложно назвать просто избиение но захлописели самого толстого так получилось то что уехал пока нечем поцелить не какого-то там блинк даггера у тассика который может спятать шарик нету я даже не знаю чего еще может быть глимера которые хоть как-то существенность не сдай там и любое кто попадает под проказ тени и плюс по одну плюс добивание алхимика он падает сразу здесь слишком жесткий бурст до тени с руки нанес 300 демоджа чистого по вайперу это означает что там висел solar crest и сверху спрей да потому что ну ну ты понимаешь да ты какая плюха будет залетать многовато многовато получается и после этого самое главное не останавливаться мы очень хорошо пробивая вражеские товара по дпс ну тени сагониму тут никто не сможет естественно соревноваться и нужно нападать ну-ка вот опять его лэнч накидывает не стало за зрение получаться таки то с руки получается забить потому что слишком много демоджа залетает под минус армором а это вайпер самый толстый просто персонаж в команде пола и хума мне нравится то что они как-то до этого проиграли ой 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 как прикольно выкидывают зомбаря можно его забрать попробовать но подходит сюда тень отличные руты от тринта ну ты просто банка сверху еще открывает очередной раз кидают флая флай живет флай подумал флай попытаться с дина и все задина или его кажется нет не за дина и либо лаван банки летят мира кол далековато конечно заходит отличный дочь еще и закидывают пингвин чекам он фиссура есть фраг мон уходит с или порта tower переагнулся до поскольку хорошая игра и взаимовыручка у команды о джи и вайпер пошел тестить насколько он танковый может быть у него что закинуть если нутэйл уйдет у нутэйлайса еди с мир окол мира герман закидают весы 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 на все 5 секунд тут на самом деле небольшая помощь 5 секунд до ульты оба выжил ну так нет вряд ли но я не знаю вообще не пробивали еле-еле но это пока пока на мясе везет потом там один раз не повезет и все сетевая под инвизом но по ходу можно курицу за делал он пошел 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 на нет курицу улетела ведь это муншард и чего себе подфармил тени кто у нас так и что хотелось то сказать не жалко спичи их вам нужно как-то напасть первыми вот то есть уверенно вот так вот вайпер уже второй раз выходит вперед это кто а это лучики но наверху просто играл так вот он уверен так уходит перед что как будто его не взять что ребята у меня есть тренд протектор он меня засеет армором но когда когда не работает что-то как-то когда теги там тебе вписывает там под минус по 330 за урон и все это под минус армором от слова представить . химика и не выживаешь вообще никак да то сова лэнч остается буквально там ну половина здоровья у вайпера и за 2 там максимум три тычки он погибает а учитывая так спит тени делает он достаточно быстро и пара тычок зацепили сетевая тени хорошая игра подходит вся его команда от ли не связала шейкл что там это может стать печально но убежал так вот можно как-то попробовать ворваться стасика можно попробовать связать в ручкой то есть очень много опций которые доступны для их вам но главное не продавать своего вайпера в рабство иначе замеса останется за у джи шо но джи увидели в действии queen of pain и operation и забанили его во второй карте забанят ли в третьей карте и хоу мы в третьей карте и хоу мы пола 3 карта еще должна все-таки быть забегает алчикина ставятся там бак очень неприятно затягивать fight под там бой пытаются как-то контролировать но тело но тело тяжело контролировать его очень жестко отхиливают а у него еще есть аегис шейкер прыгается от слева как а под фокусом главное мы убили как а минус как а три шпалкил оформляет нотейл живых остается только одна виндрейджер и надо ломать надо ломать базу пока есть аегис висп еще имеет урну восстанавливает себя восстанавливает нотейла под солар крестом под баттерфляем с дичайшим атак спидом просто разносит т3 тауэр смел его на тебя здесь ничего не спасет смотри сейчас будет база падает мажет старается как шейкал литву дпс и начинает во первого пинать на посмотрите на это он вообще не получает урона и отступает так можно пробовать алхимика вот этот герой будет потоньше но они все-таки стараются зацепить тени у которого есть аегис может быть ошибка хотя и без очень скоро упадет и решили разойтись миром просто тени в кололи аганим постоянно ему вкалывают дозу solar креста это что-то невероятное получается у нас такой стероиды тени у кэри тени получается на которого играет вся команда вот прошлой игре этого не хватило если просто игре был эмбер спирит который говорит парни и парни сейчас будет импакт час я на фарме тревелла потом маку куре потом может быть какой-нибудь кристалис и тогда да будет драка то вот в этой игре все немножко по-другому нам ведь есть алхимик который очень хорошо папа и того же самого тени ком дает ему миссы и дает ему ауру с владимира при этом он станет врагов ну и самое важное если спрей которая значительного веща увеличивает демидж покупает сети не river ну это я бы выбрал конечно сатаник не тараску а сатаник на этом тайне но посмотрим что он возьмет смотрим значит на остальных товарищей здесь тускар походу будет пытаться хотя бы сделать даггер это вот прожимается баттер флей в этой ситуации кстати главное не мискликнуть не прожать моншард иногда бывают команды игроки там мискликают съесть моншар будет и при а ну да да на это будет все-таки сатаник хорошо и хо в свою очередь по-другому уже играл на тэл и холм сочери стараются как-то ход за спид пушит то есть главное не повторить ошибки не драться за тир-2 потому что на тир-2 драться уже сложновато о джи лидирует на 20 тысяч голды 20 тысяч голды я не хотел до последнего показывать эти графики но это плохая примета да удраться когда у противника такой солидный перевес за тир-2 тв рая лучше всего использовать всего два шанса которые у тебя есть первое это либо как-то поймать на рошане когда он появится и может быть там напасть спину вырезать виспа вырезать шейкера ну или просто просто сидеть на базе и ждать чудо о такие у нас тут топ хиллеры fly пупей крит и как к тролик в этой игре fly завоевал себе место он почти в каждой игре играет на этом зомбаре любит он вообще играть на свою команду в целом как мы видели вся его карьера это исключительно суппорта разве что какое-то время ему посчастливилось поиграть за team secret на хардлэйне и минут ты посмотри еще и влад мир у алхимика имеется носу это суп вот такой миксовый алхимик который понимает что тени несет намного больше демоджа суть алхимика да как а ну так неплохо выживает хорошо играет роль свою армор подходит он это уже интересно портал взять и начинает давать им плевать он хотел на все происходящее то есть и никита хотела подходит вы ручкой можно как-то попробовать ворваться флайд забрали томба перед смертью причем очень хорошую там был тренд узнает свой ультимейт все-таки надо как-то пытаться забирать него там вот он сатаник имеется в наличии отдаточка 2 . практически full себе хитпоинтов шейка шок шикарный 8 секунд до релокейта miracle банки нужно накручивать просто шейкер саха слэма ворвался господи драка у нас тут очень жестко расплетилась и забрали вайпера и рогал не отпустил при том что это вроде как суппорт практически медовый но он тоже убивает даблкил оформил мунд и все силы брошенные на убийство но тейла были четны гудгейм и будет 3 решающая карта то чего мы просили да 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 ну чтож хочу их похвалить не огромная респектос да огромный респектос они поняли что чего в прошлой игре им так не хватало они модифицировали свою стратегию это вообще их фирменная стратегия с которой они уже довольно таки многие команды отправили на почетные места зрителей и сейчас их о вам стоит задуматься стоит ли им стоит ли им отдавать в тени и виспа это их смертельная комбинация или же попробовал за 3 тени